23 загородных детских лагеря планируется открыть с наступающим летом в Верхней Волжье в случае положительного решения регионального правительства. Тем не менее, подготовка мест отдыха идет уже сейчас. Непосредственное участие в ней принимают сотрудники главного управления МЧС Подтверской области. Среди мест загородного отдыха, которые проинспектировали сотрудники МЧС, оздоровительно-образовательный центр «Зарница» города Ржев. Представители МЧС осмотрели территорию и проверили состояние минерализованной полосы. Оценили уровень подготовки персонала к действиям в случае нештатной ситуации. Лагерь защищен первичными средствами пожаротушения и современными системами сигнализации, которые позволяют выводить сигнал срабатывания на пульт МЧС автоматически. Внимание! Сработала пожарная сигнализация! Покиньте стадии согласно клану эвакуации! Добровольная дружина, созданная из персонала лагеря, показала работу пожарных мотопомп, установку пожарной колонки на гидрант и прокладку рукавной линии с подачи воды. Личный состав пожарно-спасательной части номер 12 проверил гидранты. По результатам проведения осмотра в целом, детский оздоровительный лагерь готов к принятию детей в летний период 2020 года. По результатам проведения проверки, в целом, детский загородный оздоровительный лагерь «Зорница» готов к принятию детей в летний период. Нарушения, незначительные выявленные при проведении проверки, администрации лагеря будут устранены в кратчайшие сроки. В ходе проверок на всех объектах детского отдыха Верхней Волжи с руководителями учреждений и персоналом проводятся инструктажи и совещания с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. До работников доводятся основные требования пожарной безопасности, а также последние изменения в законодательстве. Проверяются все компоненты, а это не только средства пожарозащиты. Исправность автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, готовность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, исправность первичных средств пожаротушения, а также знание персоналом требований при возникновении чрезвычайной ситуации. Отметим, что в рамках сезонной профилактической операции «Отдых» в период работы лагерей в каждой смене будут проводиться дни безопасности, викторийные конкурсы с показом автотехники МЧС и спасательного оборудования. Кроме того, планируется постоянный мониторинг за противопожарным состоянием мест детского отдыха с привлечением представителей всех заинтересованных министерств и ведомств.